Девушки отдыхают Здесь с мультиплеером пока не поздно, а то Microsoft рассказали, что работают над системой, позволяющей их пользователям играть с пользователями других платформ. Даже PS4, но, конечно, самое страшное — с мышеклавишниками. Пока система работает только по приглашениям, и случайно вам нежелательные враги не попадутся, но дальнейшая судьба системы зависит от самих разработчиков. Psyonix уже скоро позволит игрокам Xbox One состязаться в Rocket League с ребятами с ПК. А в будущем, возможно, и с PS4. Но мы, ясное дело, мечтаем о совместных серверах GTA V, Destiny и Division. Вообще, такую штуку давно пора вводить, а то мультиплеерные игры чуть ли не каждый день выходят. Вот, например, MOBA Paragon от Epic обзавелась предзаказом. Цены, кстати, очень разумны — 800 рублей минимум и до 4000 за максимальную версию. Средние и максимальные комплекты имеют не только больше внутриигровых фич, но и одну версию, чтобы подарить другу. И все версии без исключения пустят вас в бета уже 18 марта. Открытая бета стартует летом, а официальный запуск игры состоится в конце этого года. Кругом ранние запуски, бета-тесты, альфа-тесты. Интересно, возьмет ли такую практику и киноиндустрия. Предзаказал билет на фильм, посмотри трейд заранее и без эффектов. Ну уж по видеоигровым фильмам такое точно было бы логично. Анонсов же с каждым днем все больше. В прошлом выпуске я рассказывал, что Portal и Half-Life на стадии сценария. А сегодня узнаю, что фильм по метро 2033 уже делают. Продюсер 50 оттенков серого. Да, согласен, не самая любимая вами картина. Но с ними работает чувак, делавший «Город грехово-2». А? Норм? Успокоились? Ладно, про ранний доступ в фильмы я шутил, а может и нет. Но игры действительно меняют киноиндустрию. Вот, например, по грядущему фильму Assassin's Creed делают VR-приключения. Да, именно приключения, не игру. Наверное, какая-то экскурсия с обзором в 360. Эх, а было бы круто, если бы 360 фильмов пришли на замену этому раздражающему 3D. По «Звездным войнам» делают что-то похожее, но интерактивное, для HTC Vive. Ведь его контроллер круто подходит, чтобы махать джедеским мечом. Согласитесь, что это уже больше похоже на игру. Вот только побродить по татуину вам вряд ли удастся. Но кадры из этого ролика, кажется, обещают очень много виртуальных приключений по миру «Звездных войн». А напоследок ловите красивые кадры нового System Shop. Ну разве это не охренительно? Честно, такого уровня графики я не ожидал от ремейка классической игры. Учитывая, что это альфа-версия, на релизе все может быть и еще лучше. Правда, красота будет доступна только пользователям ПК и Xbox One. А с вами был Павел Пивоваров. До встречи завтра в 20.00 на том же самом сайте. Друзья, этот милый котеночек очень грустит, когда вы не делаете репосты наших видео и не подписываетесь. Нажмите на котеночка, чтобы подписаться на наш канал. Всем мур-мур, пацаны!